Загляни в нашу лавку rpgdon.com, купи серебро в Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео! Всем привет ребята, с вами Нитрич и играем в Black Desert Online. Прошли у нас очередные профилактические работы, которые длились три с половиной часа, хотя нет, они по-моему продлевали на часе. И нам установили огромное обновление. Название данного обновления «Осколки прошлого». Поздравляю, поздравляю ребята, Маэва и Блейдеров! Всех вас поздравляю, дождались! Так долго ждали, у меня очень много знакомых, которые мне писали, когда же, когда ты вдруг можешь знаешь какой-нибудь инсайт. Очень много людей уже разочаровывалось, кто-то забивал, но многие сейчас уже возвращаются именно на своих любимых персонажей. Итак, поехали! Что же нам завезли интересненького? Добавлено пробуждение оружия для двух следующих классов. Ну, поподробнее по классам, которым добавили оружица, мы не будем читать. Включен ивент «Подпольная алхимия». Давайте перейдем сначала к ней. И что же в этом ивенте интересного? Интересного то, что мы будем получать в день, находясь в игре по 50 монеток. Эти монетки мы сможем обменять вот на такие сундучки. А я 30 монеток, 1 сундучок. И вот такие полезные всякие плюшки. Ну, что тут сказать? Бижутерия до 26 октября очень сильно подешевеет. Я подписчикам своим дам такой совет, чтобы вы подкопили деньжат, а числу, я думаю, так к 24-му, 23-му ловили все это по дешевой цене на рынке. То есть, это у нас с ведьмы, это у нас признаки тени, сердцемины древнего оружия. Потому что, допустим, взять огра, серьги тунра, которые новые, да, это ничего, скорее всего, дешеветь не будет. Пояс Василиска подешевеет, ожерелье сечил уже дешевеет, хотя прошли полтора суток. Ну и, как видите, еще точки. Рынок в это время будет насыщен точками. Мешочки, вон по три мешочка сразу можно достать, где находятся камушки на заточку. Ну, в общем, клевые такие бонусы. Так, едем дальше. Включен ивент «Братья по оружию». Получайте призы, просто запуская Black Desert каждый день. «Братья по оружию». Вот у нас этот ивентик. И у нас тут есть такие три подраздела. Это «Ветеран», «Рядовой» и «Бывалый». Тут все расписано. Герои вернутся, если в игру после 15-дневного перерыва, получают вот такие плюшки и так далее. И вот кто постоянно играет, получают вот такие плюшечки. Из сундуков будет невероятный буст по бижутерии, опять же. Вообще, я так понимаю, этот месяц у нас какой-то бижутерный, я бы так его назвал. Бустим сервак по бижутерии. Какой нам долго не хватало. Что касается вот таких вот бывалых и рядовой, я очень рад, что геймнеты, и скорее всего это, кстати, не геймнет, просто корейский ивент, заботятся. А может, кстати, и геймнет попросили корейцев, чтобы они запустили именно такой ивент, так как зима впереди. И чтобы больше-больше народу возвращалась в Black Desert. Я еще в сентябре заметил приток новых игроков и старичков. Очень много, которые в начале лета забивали, возвращаются в Black Desert. Это очень радует. Давайте перейдем теперь к самому обновлению. Что же классного нам завезли? Немножко потрепало персонажей, а именно понизили количество очков навыков, которые мы тратим на умения. Мне, по-моему, было 50, когда зашел в игру, стало 90. То есть 40 очков мне накинули, можно так сказать, на халяву. Что касается классов. Классы, как видите, немножко потерпели изменения у лучницы. Именно по моему глазу затронули такой скилл, как летящее перо. Это массовый дождь. Все вы его наблюдаете постоянно осадок на нодах. Теперь его можно активировать с гневом черного духа 200 процентов. Пока еще не тестил, ничего не могу сказать. Аукцион. Интерфейс аукциона обновлен. Да, конечно, первое, что бросается в глаза, это непривычно. Да ну-ну-ну, фу-фу-фу. Лично я пользуюсь просто-напросто поиском. Вбиваю, запоминаю именно лоты, которые мне важны, которые я постоянно проверяю, выставился он или нет, купить подешевле и так далее. Ну а кто-то уже привык вот к этим новым вкладочкам. Все у нас рассортировано. Все, так можно сказать, лежит по полочкам. Добавлены категории, где видны всевозможные товары. Ну вот все про аукцион тут написано. И, кстати, такой приятный штрих, это то, что для регистрации на аукционе больше не требуется серебро. Это бывает вечно, отбежишь от звука, забудешь денежку, приходится возвращаться назад. Что касается еще по аукциону. Это была поднята цена на некоторые ресурсы. Вот видите, на аукционе скорректирована стоимость следующих предметов. Все это отразится на заработке у нас алхимиков, кулинаров и добывателей там всякого мяса и так далее. Также вот горнокопатели получат свои бусты. И вот идет у нас перечень. Ну вот единственное, что на аукционе увеличена цена на усиленное снаряжение боссов меня пока привело в тупик, потому что тот же самый вот сегодня гиас 19 выставлялся, а ценник то так все еще остался миллиард сто после моментальной его покупки. Цена почему-то не выросла. Спустя и два, и три, и четыре часа я смотрел. Не знаю, что с этим будет. Может быть, что-то пока что не работает. Некорректно что-то работает. Как, кстати, затронул такой момент. Все вы, наверное, заметили после именно вот этого обновления. Стали у вас лаги на Кзарке, на Каранде и так далее. Я думаю, это поправят в течение недели. Случился такой небольшой баг, можно сказать. Но он не критичный, не повлияет никак на финансовую сторону сервера. Это просто-напросто у вас, допустим, отключены все скиллы, да, ближайших ваших персонажей, которые персонажи находятся рядом с вами. Молнии, там, визардов, там, дробовики и лучников. Вот такие вот иногда проскакивают. Даже если поставлена галочка не видеть эффекты. Так, тут у нас немножко про сертификаты. Теперь нельзя выставлять ослов. Вот такой вот нюанс. И еще ключи серебряные, которые с рыбалки вы получали, вы можете выставлять на аукцион. Затронули рыбалку, добавили тут новых в энциклопедию рыбок. Интересно посмотреть гигантского осьминога. Че почем. Интересно, какой из них что-то наподобило тимерии с большой ценой. Поменяли тут немножко название рыб. Вот, изменили удочки. Видите, теперь принцип работы удочек из кальфиона и меди, а также поплавков из ясеня и клёна. Теперь удочка из кальфиона и поплавков из ясеня увеличивает шанс поймать большую рыбу. А удочка из меди и поплавок из клёна увеличивает шанс поймать редкую рыбу. То есть, вы можете выбирать между тем и тем. Интересно. Всякое это повлияет на заработок, если ставить, кто у нас постоянно, да, ставят на автоматическую рыбалку, пока на работе, либо отдыхают. Изменили виды косяков. Также теперь, когда косяк заканчивается, рыбки все меньше и меньше. Кулинарию и алхимию завезли немножко рыб. Теперь можно использовать. И поменяли фиксацию камеры. Ну, это когда будешь плавать, скорее всего, будет видно. Так, осады. По поводу осад. Исправлена ошибка, при которой участники войны за узлы на одной территории могли видеть только свой флот, когда заканчивалась война за узлы на другой территории. Ну, это как бы не очень важно. Добавлены специальные бонусы для осад и войн за узлы. Вот этот, кстати, два пункта многих привели в сомнение. Сейчас я их развею. Все участники осад и войн за узлы получают 250 хп. Да, это правда. Если персонаж имеет низкий показатель характеристик атака, защита, точность, на него накладывается эффект с их усилением. Тестили, ничего не заметили. И раздевали, и только как не миксовали, ничего не заметили. Ну, и еще такой небольшой инсайд. Он как бы дается, да. Но он такой незначительный, что вообще забейте. Можно так ответить. Справильная ошибка, при которой хп слона на шкале здоровья и вот мне информации о нем не совпадали. Вот это здорово. Удобно наездникам. Уменьшил урон слонов по игрокам. Уменьшили урон слонов на 50%. Уменьшил урон от базовых атак слона. Вот, кстати, удар лапами, атака бивнями. Вот это, чем мы таранили здание. Все это понизили примерно на 50%. Так что осады теперь получаются еще будут дольше. Справлена ошибка, при которой осадные орудия не наносили урон под тем целям, что находится вне поля зрения персонажа. Ну, посмотрим. Это нужно проверять. То есть, я так понимаю, если ты сидишь в хвачке, стреляешь, чувак спрятался, а по нему урон не прошел, потому что он уже свалил. Но ты уже выстрелил перед этим. Но все равно, по идее, у хвачки же должен влететь заряд. Ну, непонятный, короче, пункт, что тут вот именно исправили. Ну да ладно. Поехали дальше. Добавлен полевой лагерь. Новый тип базы, за который можно устанавливать больше построек. Поставить его может гильдия, владеющая двумя узлами третьего ранга. А вот здесь вы можете посмотреть разницу с добавленным лагерем. Смотрите, что у нас было, да, укрепление каменных форб. То есть, циферки 54, 6, 1, 3, 2, 1, 1. А вот новый, 54, 10, 2, 3, 3, 2, 2. То есть, заметили, да, разницу? Она есть. Больше теперь построек можно добавить. Но это только для осады на третьих узлах. Форпост гильдии теперь будет устанавливаться, как другие постройки. То есть, нельзя, походу, будет ставить ни на каких деревьях, там, скалах и прочим-прочим. Куда хрен доберешься и тем самым все это затягивается. Ну, короче, не будет больше таких хитрожопых постройщик. Форпосты будут доступны после следующих технических работ. Для установки форпостов потребуется 100 штук гляд в крови. Ну, это для клан-лидеров. То есть, смотрите, теперь, короче, у Гэла появился еще один геморрой. Ему приходится таскать с собой еще, короче, скалят в крови 100 штучек. И иметь здание построенное для того, чтобы воткнуть форпост. Но пока что это здание не продается. Поэтому форпосты пока не работают. Поехали по гильдии. Предметы, купленные в магазине гильдии, теперь могут быть проданы за половину своей исходной стоимости гильдмастеру. Ну, строителям такие получаются небольшие... Ну, все равно это идет все в банк гильдии, а не тебе в карман. Короче, если там вдруг что-то купили лишнего забора, продали обратно, получили 50%. Из производства в домах гильдии были удалены региональные и имперские товары. Я, если честно, не знаю, этим занимался. Давайте дальше пойдем. Правильная ошибка, при которой игра закрывалась, когда игроки находились рядом с установленными предметами. Гильдия, ворота, гильдия, защитная стена. Ну, вот это хорошо. Осады нам немножко правят, это классно. Странная ошибка, при которой иконка гильдии отображалась на захваченных фортах. Ну, в общем, ребята, тут остальные пункты больше касаются лидера. Ну, такие правочки. В общем, приятные изменения в интерфейсе. Поменьше лагов, мы больше довольны Black Desert. Ездовые животные. Верблюд теперь у нас прыгать с перевесом не может. Теперь, когда персонаж садится на верблюда, тот сразу встает на ноги. Это вроде было. Странно. Теперь с верблюда можно спрыгнуть, даже если он движется. Забавно. Как с лошади. Теперь лошади, зарегистрированные с помощью сертификатов, купленных у конюха, не могут выучить следующие умения. Быстрая посадка, высокий прыжок, серия прыжков, шаг назад. Тут это незначительное. Увеличенная стоимость лошадей 7-8 ранга на ярмарке. Тестил, что-то пока ни хрена не увеличено. Ну, по крайней мере, смотрел свою белую восьмерку. Так как стоило 130 лямов, так и осталось. Цена лошадей в имперской торговле на 50% их стоимости на ярмарке. Дикие лошади. Уровень диких лошадей, обитавших в мире, будет колебаться случайным образом от первого до десятого. Ну, это... Такой не заводчиком такой буст. Можно сразу десятую поймать. Качать не надо. Меньше времени качать. Есть вероятность, что у диких лошадей высокого уровня после поимки будет более одного навыка. Что забавно. Прикиньте, сразу 30. Вау. Я поймал лошадь с 30 навыками. Нады, 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 нады. Уровень и навыки дикой лошади будут показаны при регистрации. Правильная ошибка, при которой персонаж проваливались сквозь текстуры. Вот так, кстати, в городе я постоянно провалился с этой лошадью. И лошадь исчезала тоже. Черт бы я побрал. Теперь, при использовании функции найти и вернуть багаж, который находится в поглаже транспорта, может быть поврежден. Опачки. То есть, когда вы спасаете... Ну, вот по функции, да, найти и вернуть, то, что у вас лежит в лошадке, вообще может что-ли исчезнуть. Так что, будьте аккуратны. Так, по НПСам и узлам. Что касается узлов. Тут единственное, это где у нас была тюрьма пилап. По ней я, помните, видео снимал. Там теперь добавился узел. То есть, фармить стало проще. И плюс там идет буст. Ну, соответственно, больше итемов. Тюрьма пилап. Тюрьма пилап у нас находится вот где-то тут. Там теперь есть узел. Премиум торговец летится, а зирка добавлена в следующих локациях. Давайте сразу же обращу внимание, то, что у премиум торговца можно покупать дешевле банки, которые появились у нас новые. Новые банки выглядят вот таким вот образом. Теперь они откатываются 2 секунды, а не 3. Ну, и у премиум торговца они стоят намного дешевле. То есть, вот у нас старая баночка. Допустим, МП 6 секунд. Новая 5 секунд. Ну, и также с ХП 3 секунды и 2 секунды. Так что, бегайте, ищите. Запомните просто, в каком городе он стоит. И можно каждый раз его не искать по карте. Уже пойдет в привычку. Имперская торговля. По поводу торговли. Сам я не занимаюсь, но ребята в клане занимаются. И я слышал, что, допустим, раньше сдавал один мой знакомый 100 паков. Теперь сдает 150. То есть, количество увеличили. Ну, и, как видите, добавили тут у нас в списке рыба-меч. Короче, по рыбе добавили. Изменный титул имперской торговец. Ну, и титул. Производство. Исправлена ошибка, при которой нельзя было отправить рабочих в ремесленные дома. Теперь можно получить опыт, собирая насекомоядные растения. Добавлено производство коконов. На узле ферма Эрдаль. Перерабатывая коконы, можно получить шелк. Ну, это для любителей. Любителей. Ну, да, для любителей, знающих толк. Ну, я не знаю. Это как ивановские сицы, что ли. Давайте приведем пример такой. Так, поехали по предметам. Добавлен предмет коготь черного духа. Короче, эта штучка делает дырку. Дырку она делает по внешке. Внешка это, допустим, ваш костюм этого козерога. Козерога или как он там называется. Козла этого, да. Это, допустим, он не делает ни в пустынке, ни в энте дырку. Так, вот эти. Обломки когтя черного духа. Падают они из любых монстров, я так понял. Нужно выбить три штучки. Затем у вас получается типа дырокол. Этим дыроколом вы протыкаете отверстие вот в такой, допустим, внешке. Именно в броне, в пузе. Вот. Затем что? У меня есть платье. Со самого старта. Вставил я туда плюс два скорости перемещения. Это я взял кальфионский, кальфионский этот, как его, платье дворянина. Вот. Кальфионское. Ну и благодаря донатному купону за 800 рублей я смог в это платье, короче, добавился, получается, баф на скорость перемещения плюс два. У меня об этом есть видео, и оно давно уже, давным-давно старенькое. Можете найти по поиску. Вот. Теперь, получается, если я разобью это платье, то есть я его должен нагреть. Мне дастся итем, который итем я смогу вставить в отверстие, которое я сделал этим дыроколом. И у меня туда, по идее, должно прибавиться плюс один скорости перемещения. И такая же штука с шансом крита, которые появились новые платья или там вот именно внешки, которые крафтятся еще сейчас в разных цехах. Вы можете посмотреть их на аукционе. Но я пока сам это не тестил. Это все пока что слухи. То есть я вам сейчас рассказал слухи. Сами лучше не тестите, а именно потом, может, вам друзья в гильдии кто-то расскажут, чтобы 100% был вариант, чтобы не прострать этот купон за 800 рублей. Либо я вам расскажу, если быстрее вас узнаю. Это что касается когтя черного духа. Вот, добавили у нас новый костюмчик на скорость передвижения. Но я уж не буду переделывать ради внешки, 800 рублей. Ну, если кто-нибудь пришлет, то я переделаю. Сменю вам надоевшее в моем платье за 9 месяцев игры. Так, едем дальше. В оружейную мастерскую добавлены предметы, которые можно разобрать с помощью нагревания. Требование уровень для использования свитка Древний Свет изменено на 48. Количество предметов, выпадающих при убийстве монстров с клан Манш уменьшено. Не знаю зачем, но так делали. Там и так этих огоров никто не хочет фармить. А они еще и с Маншей уменьшили дроп. Странно. Количество так, предметов, выпадающих монстров на локации Лаборатории Марни уменьшено. Но это раньше еще уменьшили. Теперь торговцу можно продать следующие предметы. Так, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Так, ребята, переходим теперь к самому вкусному. Добавлен новый аксессуар. Ожерелье Сирап. Атаки оно дает 8, макс хп 50. Если мы его заточим на плюс 3, он будет давать у нас атаки, как второй Огр. 20 атаки. Так что мотайте на ус, может есть смысл. Хотя рискованно. Ожерелье это падает со следующих монстров. Пустынный Фоган Пророк. Командир Пустынный Наг. Пустынный Наг. Пустынный Фоган. Командир Забытых Руин. Песчаный Голдун. Страж Забытых Руин. Страж Пустынных Фоганов. Пустынный Нага Страж. То есть это получается падает у нас, которые находятся над Восточным Базаром и под городом Валенсия. Под Валенсии Фоганы, а Наги у нас над Восточным Базаром. Ну а командир Забытых Руин это солдатики, которые возле, получается, ниже Василисков находятся. Так, что касается остальных. Ожерелье Тунра. Базовая характеристика урон 10 и ярость черного духа плюс 20%. То есть наша зарядка черного духа, когда нас бьют, у нас заряжается ульта. Сегодня я уже тестил, одевал сережку. Она нам сразу же не прибавляет, она именно дает к максимальному значению. То есть когда у вас, допустим, набито 100% ульты, вы одеваете вот такую вот ожерелку, у вас получается 120. То есть именно к максимальному. Если бы она давала к вашему основному, то есть у вас постоянно было бы 20% зарядки от ожерелья, 10% от серьги, 10% еще от серьги, то есть это 40%. Вот это был бы буст. А так, не знаю, решать вам. По поводу урона то же самое, как и Огр. То есть что Огро точим, что вот это. Так, идем дальше. Падает оно с подземелья Руин Гистрии. Руины Гистрии. Вот точно не помню, это 62-й или 60-й данж. Добавлен новый предмет Куриное Гнездо. Так, это пропустим. Добавлены золотые сундуки, сокровищные золотые ключи к ним. Теперь поймав, короче, 100 серебряных, вы поменяете на 1 золотой. Что падает с сундука? Не знаю, сейчас посмотрим. Здесь они нам дали ссылочку. По-моему, нет этой ссылки. Нужно искать на инвене, на корейском сайте. Так, сделали теперь они небольшую связку, что перезарядка следующих зелий будут связаны между собой. Как видите, это зелий ближней атаки, магической дальней атаки, ближней маг-атаки и дальней атаки. В общем, это убогие зелия, которые никто никогда не узал. На них нам наплевать. Персонаж больше не будет кричать от радости, когда получит следующие предметы. Василиска, защитники руин. То есть, я так понимаю, кто-то выбил себе Василиска. От радости начал прыгать, скакать. И его просто-напросто сгрызли в парике монстры. И он, соответственно, написал в поддержку, что из меня выпал камень там с арены крови за 20 лямов, а я выбил себе кольцо за 35. Буста никакого я толком не получил. Так что сделайте, пожалуйста, чтобы мой персонаж не радовался. И я слышал, что сделаю в дальнейшем, чтобы даже при вытаскивании со сбора точки тоже не будут кричать. Так, что касается монстров. Сила атаки уменьшена, защита повышена у монстров Головорец Басим и Командир Басим. Вылечена скорость передвижения и уменьшено количество здоровья у следующих монстров. Рядовой Басим, Пустынная Нага, Пустынный Фоган и Ящер Воин. Ну что сказать, классно? Во-первых, меньше хп, во-вторых, быстрее будут собираться в парике, так как скорость передвижения увеличена. Сила атаки следующих монстров понижена. Сектант Воин, монстр руин, хит, ну это все ерунда, они и так били слабо. Немного увеличено сопротивление контроля у следующих монстров. На контроль, я думаю, это тоже всем наплевать. Защита мировых боссов немного увеличена. Вот это уже интересно. Кстати, ребята, что касается мировых боссов. Во-первых, это не только фарм нужной вам вещи, как, допустим, перчатки Пхега, или там Кзарка, Каранда. Это еще и заработок, причем хороший заработок. И у нас теперь существует вот такая табличка, где показаны время смерти босса, начало респа и конец респа. То есть, в этот промежуток вы можете где-то рядышком находиться в городе, рядом с Пхегом, что-то крафтить, либо на аукционе стоять, либо где-то мобов рядом фармить. И когда он реснется, зарегистрировавшись в Дискорде, вы получите сообщение. Здесь все очень легко, все очень просто. Если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы, зайдя в Дискорд, там есть канал Флут. Там вы можете спросить, если что-то вдруг непонятно. Ну и, конечно же, если у вас возникнут какие-то пожелания, тоже пишите, с удовольствием сделаем. А также, ребята, у нас проходит набор админов, которые будут следить за респом китов. Кстати, жилы сейчас повысились в цене. То есть, там тоже можно хорошо зарабатывать. Ну и, конечно же, наши скачки. Многим они нравятся. Тоже доход. Лошадей же увеличили в цене. Мы же только что читали об этом. Добавлены новые элитные монстры в Валенсии. Страж забытых руин, пустынный Нага-страж, ящер-страж, страж пустынных фоганов. Печисленные монстры обладают огромной силой и внушительным запасом здоровья. Поэтому рекомендуется сражаться с ними в группе. И это, ребята, чистая правда. У нас уже был поход на этих монстров. Лично я в нем не присутствовал, так как отдыхал. Знакомые ходили ночью. Ходили они, по-моему, в пятером. Заковыряли они босса еле-еле. Хотя располагали атакой 200 плюс с пробужденкой. Так что будьте с ними аккуратны. Одни на страже не налетайте. Постараюсь я за выходные вычислить, вообще можно ли убить его в соло. Буду пытаться. Все-таки интересно. Да и вообще победить стража в соло. Это круто. Добавлен новый монстр в пустыне в Валенсии Лайтен. Вот такое у него название забавное. Он появляется только в ночное время. Бегали уже знакомые, искали. За всю ночь почему-то нашли всего одного Лайтена. Убивали минутки две. Сорка была, по-моему, 200 атаки. Ну, не знаю, в общем. Есть ли смысл тратиться на этого Лайтена? Падает с него неведомо что. Ну, я думаю, что-то мне подсказывает наподобие Огров. Только что сейчас они намного мощнее для нас. Ну вот, наш список подходит к концу. А тут добавлен красочный подводный мир. К сожалению, очень много дел. Я еще пока что не добрался. Не могу рассказать. Но вы, наверное, уже проверили сами. Обещали нам кучу-кучу разнообразных красивых рыбок, водорослей. Кучу-кучу всего, в общем. В водичке. Файл салона красоты больше не будет сохраняться с именем бла-бля-бля-бля-бля. Слишком длинное название. Сложно. Исправлена ошибка, при которой нельзя было найти другого игрока, используя функцию поиска в диалоге. По поводу исправления ошибок. Не отображался рейтинг арены крови. Вот это уже интересно. Ну и закончим этот список тем, что теперь растения на огороде созревают до 200% вместо 120%. Вот такой вот получился у нас обзор. Чуть не забыл. Игровой магазин. Так. На прилавке игрового магазина поступили новые товары. Давайте быстренько забежим одним глазком. Пролистаем эти чудесные костюмы. Которые абсолютно мне, допустим, не интересны. Собачка, пудель. Ничего такая. И... О боже, это корм. И вот такой вот у нас набор героя. О котором вам подробно расскажет в следующем видео Вульфе. Стоит ли тратить на него деньги или нет. А мы знаем. Спасибо, ребята, что смотрели данное видео. Обновление получилось классным. Во-первых, почему я доволен обновлением? Потому что в игру реально вносят очень часто новое. А новое это разнообразие. И вам хочется изучать и монстров, и новый мир, который добавляют нам разработчик. Приходите на наш сайт rpgdon.com. Там вы найдете всегда свежие новости и гайды. Если вам, ребята, понравился мой обзор, ставьте палец вверх. Если не понравился, ничего не надо ставить. Просто давайте подождем следующего видео. Ну и как всегда, ребята, всем удачного дропа. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok